Девушки отдыхают Калина Киселева нарастила волосы, изменила цвет глаз и вложила в бюстгальтер силиконовые протезы для того, чтобы выйти замуж. Именно это и стало причиной насмешек мужа в ее адрес после первой брачной ночи. Мне не выдали мою прочитающуюся за ноябрь, за отправку не выдаем. И почему? Потому что якобы жена получила. Они вместе пропевают, пока не пропьют, он домой не показывает. Вот я, видите, прослуженная, тащила его пьяного. Страдая от беспробудного пьянства мужей, жены готовы пойти на должностное преступление. Кассир Вера Спицына выдала зарплату Николая Тимошина его жене. Николай протрезвел и требует вернуть деньги через суд. Банки разбились. У меня обувь там демисезонная, зимняя. Все оказалось под этой лавиной, я не знаю, всего разбитого. Ваших продуктов. Вернувшись домой с дачи, Василиса Мальцева обнаружила на своем балконе погром. Под разбитыми банками хозяйка нашла записную книжку проститутки, в которой среди списка клиентов она обнаружила фамилию и адрес соседа. Истец Галины Киселёва подает иск и требует расторжения брака и раздела совместно нажитого имущества. Ответчик Михаил Киселёв подает встречный иск и требует признать их брак недействительным. Слушание дело открыто. Истец, слушаю вас. Я Киселёва Галина Максимовна. Хочу развестись со своим мужем и разделить нашу двухкомнатную квартиру, где мы вместе с мужем прописаны. Потому что мой муж... То есть вы зарегистрированы в этой квартире по месту жительства? Да. Понятно. А сколько времени вы прожили со своим супругом? Ну, не больше месяца. И что, уже решили пора? Все дело в том, что мой муж меня не любит. Он оскорбил меня уродкой. Сказал, что я страшная, не хочет со мной жить. И вообще не... Почему вы так считаете? Ну, конечно, ты и есть уродка, когда все это... Так, отвечу. Ну, зачем вы оскорбляете женщину? Это ваша жена. Мы с ним так знакомы давно. Мы вместе работали продолжительное время на одной работе. Я всегда была тайно в него влюблена, а он на меня не обращал никакого внимания. И один раз мне предоставился счастливый случай. У нас на работе объявили к празднику вечеринку. И для того, чтобы очаровать его сердце и его самого, мне пришлось сходить в салон красоты, покрасить волосы, нарастить, наклеить ресницы, вставить голубые линзы, сделать маникюр, педикюр, а также сделать накладные груди. Потому как я поняла... Зачем же это искусственное все? Потому как я... Не перебивай меня. Потому как я поняла, что ему нравятся женщины красивые, эффектные. А я как бы такой не считаюсь. Вот. После этого я пришла на вечеринку вся из себя, красавица. Решила пригласить его на медленный танец. Он, конечно, мне не отказал. Влюбился с первого взгляда, не узнал. Думал, я какая-то новенькая сотрудница на работе. То есть вас так изменили в косметическом салоне? Меня сильно очень изменили в косметическом салоне, в этом салоне красоты. Сейчас же все можно сделать за деньги. Ну, рассказывайте. Ну, естественно, он влюбился. Я покорила его сердце. Он сделал мне предложение. Мы поженились. А после первой брачной ночи, когда это все открылось, что вроде я, это не я, я совсем другая женщина. Женщина. Он меня бросил, сказал, ты вообще кто это такая, я тебя не знаю, ты страшная, я не буду с тобой жить, я тебя не люблю. В вашем заявлении указано, что вы хотите разделить квартиру. Да. Что это за квартира, как она появилась у вас? Дело в том, что моя свекровь, его мама, подарила нам на свадьбу эту квартиру. И мы там вдвоем с ним прописаны. Поэтому разведите нас и надо поделить имущество. Да никого квартиры я тебе не отдам. Я требую раздел имущества. Так, то есть вы хотите, чтобы суд принял решение о прекращении вашего брака и о разделе имущества? Да. И о разделе имущества. Так, если чьи родители, вы говорите, подарили квартиру? Свекровь, его мама. Но она же на двоих нам подарила. Мы там вдвоем с ним прописаны. Вдвоем собственники. Ах, вы собственники вдвоем? Да, да, да. Какие документы у вас есть, подтверждающие право собственности на квартиру? Ну вот у меня свидетельство о заключении брака, и вот все есть. Ну покажите мне эти документы. Все мы там прописаны. И я, и муж. Да, на самом деле, право собственности возникло в результате дарственной. Ответчик, вы признаете иск? Нет, я хочу, чтобы этот брак вообще признали недействительным. Как это недействительным? На саг с регистрированием. Почему вы считаете, что брак... Одну минуточку. Почему вы считаете, что брак должен быть признан недействительным? Потому что я считаю, что меня вообще очень сильно обманули. Потому что когда я женился на этой женщине, то есть моей жене, она была совсем другая. Она была нагрудная такая, блондинка, красавица такая, вся из себя. И совсем другой человек был там. А когда она сняла свое лягушащее одеяние, в сказке лягушка проявляется в царе, а здесь наоборот получилось. Когда она вот все это сняла из себя, я увидел совершенно другую женщину. Так, отвечу. Где работает ваша жена? Она работает вместе со мной. Вы знали, когда вы танцевали на том самом вечере, вы знали о том, что истец работает в вашем же отделе? Я работал, с ней мы вместе работали, но я не знал, что это она вообще. Потому что совсем другой человек. Поэтому когда мы познакомились с ней на этой вечеринке, ко мне подошла девушка, пригласила, ну такая вот красивая такая, я сразу влюбился с ней. Но не в этот же день вы зарегистрировали брак? Или она потом поддерживала свой внешний вид в такой же форме? Внешний вид, но когда мы познакомились, да, мы там какое-то время, когда встречались, она поддерживала. Вот, я не знал какого-то, никого обмана вообще. Но я вообще так, в принципе, вот даже у меня фотография есть, вот когда мы женились, вот. Передайте, пожалуйста, через пристал. Совсем другой человек. То есть я вообще... Скажите, пожалуйста, ответчик, а у вас были интимные отношения до свадьбы с истцом? Нет, не было. Не было? Понятно. Я вообще человек стеснительный, скромный, долгое время не мог найти себе вторую половинку, всегда жил с мамой. Другими словами, вы хотите, чтобы суд признал ваш брак недействительным на том основании, что истец резко после свадьбы изменил свою внешность? Да, я даже помню, когда я проснулся после первой брачной ночи, утром, я просыпаюсь и смотрю на подушке, вот даже у меня есть с собой все это. Смотрю, на подушке волосы, вот. Ну, парик, ну и что? Так дело в том, что смотрю, волосы ее, но она отдельная, а волосы отдельные. Я думаю, что такое, думаю, ничего не понимаю. Ну, потом я пошел в ванну и смотрю, в ванне нахожу накладные ресницы. Так, еще что вы находите? Вот эти накладные, так сказать, вот грудь вот эти вот, вот лифчик. Ну, ничего тут удивительного нет сейчас. И очень линзы накладные. Многие женщины пользуются такими атрибутами, это нормально. Я после этого вошел обратно в комнату, она уже проснулась и смотрю, передо мной стоит, ну, совершенно другой человек, вот, ну, то есть, какая-то вот, какая-то уродина стоит, вот, как-то плоская, темные глаза там. И я был в шоке, у меня даже слов, я, то есть, у меня даже не было. Я просто в шоке был. Понятно. Отвечек. Я после этого, конечно, я и помню, что там ман просто произошел. Отвечек, я вижу, что вы заявили свидетеля, вашу мать, я так понимаю, да? Да, я пришел сюда. Пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика. Пройдите. Марина Николаевна, вы, я так понимаю, мама-ответчика, да? Да, я мама Миши. Вы знаете предмет иска? Да, конечно. А вы знаете о том, что ответчик заявил о том, что суд должен признать его брак недействительным? Ну, это его пожелание, а она, как мне известно, хочет брак расторгнуть. Он очень серьезный человек, порядочный, с двумя высшими образованиями. Свидетель, я вам хочу пояснить, что истец заявил о расторжении брака в результате того, что ответчик не хочет проживать вместе с истцом. И одновременно истец заявил требования о разделе совместно нажитого за этот месяц имущества. Речь идет о квартире, которую, как в судебном заседании мы установили, подарили супругам вы. Да. Так, расскажите про эту квартиру. Дело в том, что мы жили в трехкомнатной квартире. Я, Миша и мои родители, вчетвером. А когда Миша женился, ну, я решила, что слава тебе, Господи, наконец-то у меня и внуки пойдут. Разменяли квартиру на однокомнатную и двухкомнатную. Мы с родителями, я с родителями переехали в однокомнатную квартиру, а двухкомнатную квартиру подарили ребятам. Вы посчитали, что нужно дарить сразу двоим, а не только вашему сыну, да? Ну, они вступили в закон и юридический брак, поэтому как можно одному, конечно. А вы понимали последствия этого шага? О том, что в результате, если дар будет принят, то это имущество является уже их совместным имуществом. Ваша честь, я не очень компетентна в вопросах юридического порядка в этом плане. И я как, ну, открытые люди, искренне, совершенно, думаю, будут внуки, наконец-то, будут ребята счастливы. Я даже ремонт сделала за свой счет в этой квартире, предусмотрела даже детский какой-то там уголок. Понятно. Марина Николаевна, еще один вопрос. Причиной признания брака недействительным ответчик называет, ну, как бы мягко сказать, некоторую искусственность во внешности истца. Ну, это правда, Ваша честь. Ну, в конце концов, она, в принципе, очень неплохой человек с такой открытой душой. Вы знаете, я к ней отношусь очень хорошо, у нас с ней вполне добрая... То есть, по вашему, с вашей точки зрения, так, ответчик, истец, давайте выслушаем свидетеля. Между прочим, истец, свидетель-то на вашей стороне. Что ж вы перебиваете? Спасибо большое, Марина Николаевна. А вот, по вашему мнению, брак не стоит расторгать? Я считаю, что ребята должны быть вместе и жить... Надо брать нас, потому что он меня не любит и хочет со мной жить. Ну, в конце концов, важнее душа и характер. Да сейчас все женщины на улице так... Да это же мы сейчас спрашиваем мнение свидетелей. Вы сами примете решение. Ну, давайте не перебивать. Послушайте, мать-то. Ну, а внешне, в конце концов, прилепит она вновь свои волосы и глаза. Сейчас уже такая массовость в этом всем. Ну, я вот так вот думала, что, конечно... Но если вдруг их брак будет расторгнут, то я, конечно, согласия на раздел квартиры не дам. А вы понимаете о том, что согласие вашего не нужно на раздел квартиры? Вот в настоящее время согласие уже не нужно. Я не консультировалась с юристами по этому поводу. Я хочу поинтересоваться. Вы знаете, что Семейный кодекс предусматривает в случае, если один из супругов не согласен на прекращение брака, определение срока до трех месяцев на примирение? Да, знаю. Вот если суд определит вот такой срок на примирение, вы будете согласны? Да, я согласна на примирение. Вы будете согласны на примирение? Да. Понятно. Суд удаляется для принятия решения. Горячие разборки прямо в зале суда. Там можно... Выведите, пожалуйста, здесь сайт-зала. Незаслуженное обливание грязью. Дура! В суд пришла! Маленькие трагедии из-за больших глупостей. В последнее время мы вот с ней вдвоем не спим. Ну, не дает она мне. Такого вы не видели никогда. Все это в программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Объявляется решение суда. Ответчик. Оснований для признания брака недействительным суд не усматривает в судебном заседании. Такие основания просто отсутствуют. Исчерпывающий перечень таких оснований дает Семейный кодекс. В суде мы их не обнаружили. Теперь истец. Семейный кодекс предусматривает возможность примирения сторон в том случае, если один из супругов возражает против расторжения брака. В данном случае ответчик возражает против расторжения брака. Он требовал признания брака недействительным. Соответственно, он возражает против расторжения брака. Вы понимаете? Таким образом, суд приходит к решению, что вам необходимо дать определенный срок для возможного примирения. Тем более, ваша мать просит об этом. Суд постановил дать вам трехмесячный срок для примирения, для того, чтобы вы попробовали сохранить семью. Решение вам понятно? Слушание, дело окончено. Решение суда. В основном и в встречном исках отказать. Дать три месяца для примирения. Далее в программе. Мне не выдали мою прочитающуюся за ноябрь, за оплату не выдают. И почему? Потому что якобы жена получила. Они вместе припевают, пока не пропьют, он домой не показывает. Вот я, видите, простуженная, тащила его пьяного. Вера Спицына выдала зарплату Николая Тимошина его жене. А теперь протрезвевший отец семейства обвиняет кассира в сговоре с его супругой и требует выплатить ему честно заработанные деньги. Банки разбились. У меня обувь там демисезонная, зимняя. Все оказалось под этой лавиной, я не знаю, всего разбитого. Ваших продуктов. Когда жена на дежурстве, Михаил Мясников вызывает проституток на дом. Это осталось бы тайной, но девушка, которую Михаил эвакуировал из квартиры через балконную перегородку, сломала соседский шкаф и оставила улики. Он не допустит беспорядка в суде. Но с бузиной! Что сейчас здесь буду я! Судья Николай Бурделов. Естественно, давайте достойно сегодня закончим судебный процесс. Ответчик в конце концов! Судья Николай Бурделов. Самый строгий судья. Пристав, встаньте между ними. Смотрите программу «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Теперь помолчите. Истец Николай Тимошин подает иск на кассира Кременчугского молокозавода с требованием выплатить ему зарплату за ноябрь 2007 года в размере 8300 рублей. Ответчик утверждает, что зарплату выплатила женя истца на основании доверенности. Слушание дела открыто. Истец Николай Петрович Тимошин. Слушаю вас. Так это, вот в чем дело-то? Прихожу за зарплатой получать, и мне не дают зарплату. Вот эта вот, это кассирша, вот Верка, она не дает зарплату, показывает ведомость, что там жена расписалась. Вы где работаете, естественно? Работаю на молокозаводе, слесарем. И все, вот за ноябрь зарплату мне не дают, я в бухгалтерию. Значит, главный этот бух говорит, я ничего таких указаний не давал насчет зарплаты. Все, разбирается с кассиршей. Вот пусть она вот выплачивает, потому что я жене говорю, давай зарплату. Ничего выплачивать не собираюсь. Ответчик, подождите, я ничего не понимаю, естественно. Итак, вы работаете на молокозаводе с лесарем. Вот именно. Вы что, хотите, чтобы вам зарплату дополнительную дали? Нет, мне не выдали мою, прочитающуюся, за ноябрь зарплату не выдают. И почему? Потому что якобы жена получила. А я жене никаких указаний не давал, и вообще. Жена мне не отдает, они там пир гороют, строили, на мои деньги там жируют, гуляют. То есть за ноябрь вы не получили заработную плату? Да. А заработную плату за ноябрь получила ваша жена? Жена получила. В каком размере, естественно? 8300 рублей. 8300 рублей. Да. Понятно. Ответчик, что вы скажете на это? По этому поводу могу сказать следующее. Я работаю кассиром на молокозаводе. Вот из своих вот давай. Вера Павловна меня зовут. Вера. Коля Тимошин, алкаш со стажем. Я его знаю прекрасно. Потому что со стажем. Сама там. Он вдруг закадычный моего мужа и Лехи. Пока он не продает все деньги, он не успокоится. Позволяю, и то поправится. Я сам ходил. Истец. Истец, порядок в зале. Я не мешала тебе. Ответчик. Судом разговаривайте. Хорошо. Ваша честь. Мне его жена приносила доверенность в прошлом месяце. Вы начали говорить о том, что истец друг вашего мужа. Да. Они что, вместе выпивают? Да, они вместе выпивают. И пока все деньги не пропьют, он не успокоится. Поэтому вы решили, что надо выдать зарплату жене. Ничего подобного. Он в том месяце, его жена, он оформил доверенность на жену. Я выдавала уже в октябре зарплату жене. И в этом месяце она пришла, ну, сказала, что только дома забыла. Я знаю прекрасно Оля. Я говорю, это честный, предыдущий человек. Понятно. Истец. Ответчик, понятно. Истец, вы давали доверенность? Доверенность я давал, когда в октябре... Вы давали доверенность на получение заработной платы? Да. Кому вы давали такую доверенность? Я давал жене, ну, она ко мне пристала, я брал отпуск. Кто удостоверял вашу подпись? Ну, да, в отделе кадров там пошли к этому хручу. И я сказал, мне нужно, чтобы жена получила за октябрь один раз. Он говорит, вот, подпиши, вот здесь, и все. А чтобы такого... Почему такая необходимость возникла именно в октябре, чтобы заработную плату получала ваша жена? Я говорю, брал лодку за свой счет, к матери в деревню ездил, там крыша у нее течет. Вот я крышу ей поправил, картошку там, насталось еще, надо было докопать. Делов полно. Жена получила в октябре вашу заработную плату. Ну, да, у меня же расходы. Приезжаю, теперь, значит, и туда она мне не отдала. Он пропил свою зарплату, и зарплату моего мужа пропил. Расходы у меня. Ничего не пропил. Не хватает на бутылке. Что, ваш муж... Пьет. Отдал ему свою заработную плату, что ли? Нет, они вместе пропивают, пока не пропьют, он домой не показывает. Вот я, видите, просуженная, тащила его пьяного. Истец, выпиваете, нет? Да нет, если бы я выпивала, у меня же вот, вот, характеристика даже, я вон, для бассейна взял, чтобы я устраиваюсь, там, хожу на тренажерах, плаваю. Пригласите, пожалуйста, свидетеля. Мне вот... Одну минуту от вечера. Я хотелось говорить. Что у вас там за бумаги, истец? Эти, характеристики все положительные. Дайте, пожалуйста, мне. Продолжительные. Вот, у меня даже, если что на работе вот там сломается, молоконасос не качается, все сразу Колю зовут, сразу чунили. Если втулка какая вот надо, терлась, пожалуйста, никто же не сделает. Одну минуту от вечера, я был алкоголиком, меня вообще уже давно уволили, а эти вот, там они за мои деньги. Каждый день он ее убьет. Ответчик, я не могу слушать вас обоих. Хорошо, я молчу. Бухает. У меня к вам вопрос. Вот здесь в характеристики, которая выдана вашим руководителем вашего предприятия, указано, не указано, что он пьет. Ответственный работник, доброжелательный, уравновешенный. По работе, трезвый, он хороший человек, но он пьет каждый день. Каждый божий день. Какой каждый день, это я вечером позволю на ужин. Он кодировался уже не раз. Спросите у жены, ну жена здесь. Я же не буду говорить. Доверенность где находится? У кого доверенность? У жены, она здесь в суде. На получение заработной платы? Да, конечно. Понятно, то есть вы ее пригласили в качестве свидетеля? Да, в качестве свидетеля. А вот то, что она получила, это могу вам передать. Зарплату, вот розписью. Ведомость, передайте через пристава. Пожалуйста, пожалуйста. Все официально, все честно. Здесь в ведомости заработная плата выдана за ноябрь, да? Да, 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 да. Дети были сытые в этом месяце. У тебя хлеба в доме не бывает. Я вон жене на 8 марта подарил какой-то такой флакон. Ты сам их выжал? Я вон жене, ведь в Париже за 45 рублей. Похмелился ты этими духами. Так, пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика. Духи он подарил. Свидетель-ответчика, родите. 15 лет назад ей подарил, она плачет. Да, скипали. Она всегда думает о нас. Занит, ну какая прелестная женщина. Был бы ты мой муж. Вот моя Олька. Где блондинки спелись там, бухают по-черному за мой счет? Мы пьем, посмотри на нас. Я смотрю, у вас весь завод, молокозавод пьет. Мужчины выпивают, да, но они пьют по-черному. Есть выпивают они. Понятно. Свидетель, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Тимошина Ольга Михайловна. Ольга Михайловна, вы знаете, почему пригласили вас в суд? Да. Ну объясните тогда суду, в чем проблема. Муж не возражал, чтобы я получала за него зарплату. Вообще не возражал или только в октябре? Ну, когда он трезвый, он понимает, что он пьет, что детей кормить надо, и ему самому обуваться, одеваться надо. И за октябрь месяц он доверенность сам написал. И за ноябрь он собирался писать доверенность на получение зарплаты. Только он в загуле был в ноябре. И мы не успели оформить документы. Итак, свидетель, значит, ваш муж не возражал против того, чтобы вы получали его заработную плату в октябре, в ноябре и позже. Так я вас понимаю? Я только октябрь... Естественно, я задаю вопрос вашей жене. Он вообще не возражал, чтобы я получал за него зарплату. Но доверенность моя... Понятно. Значит, вы подтверждаете, что заработную плату за ноябрь вы получили по доверенности, которую подписал ваш муж. Правильно? Я подписывал на один раз. На октябрь. Там не было указано. Свидетель, ответьте, пожалуйста, суду. Ну, мы один раз... Ну, он один раз написал доверенность. На октябрь месяц. И за ноябрь он должен был написать. Но он был в загуле, и он не смог написать мне доверенность. Ну, а как же вы тогда получили зарплату без доверенности? Ну, Катя в курсе дела. Вы нарушали какой-то порядок выдачи заработной платы? Нет. Я ее просто умоляла. Я ее умоляла. Просила. Ну, а мне-то? Чтобы она зарплату выдала мне, потому что мне детей кормить надо. Так, скажите, пожалуйста, минутку. Значит, то, что ваш муж выпивает... Она не лимовата. Мне понятно. Теперь, доверенность, по которой вы получали заработную плату, была выдана вашим мужем на октябрь только. Да. Правильно? Да. Я законы знаю. Там не было указано совместность. Что не было? Так, а доверенность-то сама где? Я кассиршу... Я просто ее уговорила. Я обманула ее, сказал... Это что у вас в руках? Это у меня доверенность. Октябрьская доверенность или ноябрьская? Да, вот в октябре, в котором описывали. Передайте мне, пожалуйста, я посмотрю, что это за доверенность. Она уже недействительная. Она без срока давности. Какого срока? Тебе самой срок надо. Паспорт мне не нужен, оставьте себе. Я с тобой еще разберусь. Так, свидетель, расскажите, как вы уговаривали ответчика выдать вам заработную плату? Ну, за октябрь я уже брала, зарплату взяла. И за ноябрь. Ну, подошла, она знает, что у меня муж пьет. Да наши мужья вместе пьянствуют. И я ее... Ну, я сказала, что я доверенность забыла дома. И просила выдать зарплату. Все правильно. Она не виновата, товарищи сидят. Я ее... Ответчик, а вы понимали, что вы нарушаете закон, когда вы давали заработную плату? Почему? Потому что я видела доверенность. Я видела, я знаю, я знаю. Эту женщину, она честная. Это я виновата. Затюкана, кстати. Честная, порядочная женщина. Дочери куртку нужна. Так, теперь у меня вопрос к Истоку. Замбил. Николай Петрович. Женщина, женщина, я понимаю. Все понятно. У нас даже компьютера дома нет. Я вас услышал. Везде нормальная семья есть компьютер. Вот компьютер. Естественно, к вам вопрос. Значит, подойдите, пожалуйста. Это ваша доверенность. Посмотрите, ваша подпись. Ползет. Ну да, вот. Доверенность. Встаньте на место. Бессовестно. Как ты вообще мог на суд подать? Дома разберемся. Я тебе сейчас припомню. Истец, ответчик и свидетель. Я вот смотрю сейчас на эту доверенность. И здесь указано, что доверенность подписана Истцом 2 октября. Точно. Да. Но в ней не указан срок действия доверенности. Вот я это и сказала. Ну, может быть, это и было случайно, конечно. Так они сговорились там вот в отделе кадров. Очки наделать, три линзы. Но в любом случае, если в доверенности не указан срок действия, то она сохраняет свою силу в течение года. Какого года-то? Вы, Истец, Истец, вы знали о том, что в этой доверенности не указан срок действия? Да я что, разбираюсь в этих доверенностях? Я подписал, мне сказал, мне на один раз вот я уезжаю, и все, лучше бы на эти депозиты положить. Истец, и еще раз, и еще у меня к вам вопрос. Вы знаете, сколько денег тратит ваша семья в месяц? Ну, сколько тратит, все тратит. То есть тратит все деньги, которые вы зарабатываете, да? Неужели я целый год могу получать зарплату его? А? Они там не знают. Суду ясно, суд удаляется для принятия решения. Суду ясно. Судья Николай Бурделов рассматривает любые иски. Это или это, я не знаю, как уже назвать, это чудо природы. Самые скандальные дела. Молчи, сейчас я говорю. Смотрю, а с ее туалета дым валит. В программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Я все-таки, видите, еще женщина в саку. И я, конечно, отдалась ему. Суд оглашает принятые решения. Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает. Если срок действия доверенности не указан, то она сохраняет свою силу в течение одного года с момента ее выдачи. Судом установлено, что заработная плата за ноябрь 2007 года действительно была выдана жене ИСЦА на основании доверенности. На этом основании суд отказывает вам в удовлетворении исковых требований. Истец, чтобы впредь не случалось больше казусов, советую вам принимать решение на трезвую голову. Решение сторонам понятно? Понятно. Судебное расседание окончено. Решение суда. В иске отказать. Далее в программе. Банки разбились. У меня обувь там демисезонная, зимняя. Все оказалось под этой лавиной, я не знаю, всего разбитого. Ваших продуктов. Вернувшись домой с дачи, Василиса Мальцева обнаружила на своем балконе погром. Под разбитыми банками хозяйка нашла записную книжку проститутки, в которой среди списка клиентов она обнаружила фамилию и адрес соседа. Если ваш иск не принял ни один суд, не расстраивайтесь. В программе «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым вы увидите дело, подобное вашему. Смотрите программу «Судебные страсти» с Николаем Бурделовым. Истец Василиса Мальцева подает в суд и требует возместить материальный ущерб в размере 18 тысяч рублей. Ответчик Анастасия Мясникова иск не признает и утверждает, что не причиняло имуществу соседки никакого вреда. Слушайте, дело открыто. С продуктами в суд пришли, да, истец? Да. Слушаю вас. Я Мальцева Василиса Викторовна. Подаю иск на 18 тысяч рублей на свою соседку Анастасию Павловну Мясникову. Она испортила мне не только обувь, но она разгромила весь балкон мне. Господи, вот бог соседей дал. Как? Представляете? Ответчик разгромил балкон? Да. Так не похоже на то, чтобы ответчик был хулиганом. Ну, так не видно. Из хулиганских соображений? Если вы посмотрели в тот день, что у меня было, это может быть шок получше. Ну и что было, расскажите? Переломанная перегородка на балконе. Шкаф вывернутый. У вас балкон общий, да, между ним и посредине там перегородочка есть. Перегородочка, да. Тоненькая. И как обычно с обеих сторон шкафы. Да. Для продуктов. Ну, представьте, что у меня шкаф заполнен таким банком, трехлитровый, двухлитровый. И в этом случае что произошло? Банки разбились. У меня обувь там демисезонная, зимняя. Все оказалось под этой лавиной, я не знаю, всего разбитого. Ваших продуктов. Тебя крыша, по-моему, точно поехала. Ты опять не начинаешь? Расскажите, пожалуйста, как это произошло? Вы знаете, в тот день я приехала к 10 часам утра. Дело в том, что я приехала за банками, чтобы закрутить новые. А откуда вы приехали? С дачи. Уже дома не было, я зашла как бы спокойно, все нормально, направилась на балкон. И ужас, что я там увидела. У меня шок, у меня даже слезы, знаете, выступили в глазах. Я вообще думала, что это такое? Что увидели-то? Понимаете, вот 6 квадратных метров балкон. Так. И шкаф, значит, под углом стоит. То есть, ужас, ну, не совсем упал, под углом. Все, что на полках было, вот эти все банки разбились по всему балкону, и разлилось, это перемешалось, значит, соленье, значит, и варенье все вместе. А у меня под этим, на самом деле, я вам говорю, у меня в чеке есть новые сапоги для мужа, же для меня, и демисезонная обувь, это еще не совсем новая. Но, тем не менее, я что хочу сказать, все погребено было под этим, под всей этой разбитостью. Вы оцениваете вред, который вам принес ваш сосед? Да, дело в том, что я перегородку умная. 18 тысяч рублей, да? Она не возмещала меня никак, я перегородку уже сделала, здесь как бы сумма уже указана, ко мне приходили мастера, все это восстановили. Передайте мне документы через судебного пристава. Пожалуйста, здесь на обувь есть документы, сколько они стоят. Вот, пожалуйста. Так, ну и что было дальше? Увидели вы этот разгром, спасибо. Ну, я посмотрела, да, я все это, знаете, с первым я шок был, потом все как бы санализировала, что же делать дальше. Я быстро пошла, постучалась к соседке. А почему вы решили, что это сделал именно ответчик? А вы знаете, там перегородка, когда ломается, видно, с какой стороны она ломается. То есть видно было, что сломали со стороны ответчика? Да, 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 там перелом так идет. И вы решили, что ваша соседка... Нет, я просто обратилась, хотела узнать, что там произошло за ночь. Я когда постучалась к ней домой, она еще нехоти там открыла, и говорит, что тебе надо, что сюда пришла? Конечно, я с ночной смены пришла... Да, меня не волнует, а если у тебя дома такое было? Так, ну продолжайте, ответчик, вы потом скажете. Продолжайте. Она говорит, что ты от меня хочешь, дай мне спать. Я говорю, я бы тебя не тревожила, если бы не видел, что у меня на балконе. Так что вы хотели от ответчика? Я хотела узнать, что творилось у них дома ночью, и почему у меня это все отразилось на моем балконе. Единственное, когда я, значит, убирала балкон и все это выгребала, вот нашлась записная книжка. И что же я в ней нашла? Да. Я нашла здесь визитки. Прочитали записную книжку, да? Досуг на ночь. Девушке недорого. И здесь, как бы, значит, адрес моей соседки. А ты еще поищи, может, там лепочки с трусами найдешь чужую женщину. Здесь же конкретно ваш телефон, ваш адрес, и это девушка, которая... Это чья записная книжка, истец? Кому она принадлежит? Она принадлежит, скорее всего, как бы девушке, которая приходила. Вот я вам ее сейчас... Кому она приходила? Так, передайте через приставо. Кому она приходила, истец? К мужу моей соседке. Вы ищи, получи там лепчик с трусами чужие валяются, эти говорят. Ну и что? Она девушка и по вызову. Ну и как вы считаете, почему эта книжка... Как вообще эта книжка оказалась на балконе, на вашем? Я не знаю. Я позвонила этой девушке, ее бы не назвать. С ней переговорила, она сперва как бы не ехать, не отвечала на вопрос, потом я как бы, как говорится, расколола ее. Она говорит, да, я была, говорит, у вас по этому адресу, но была у соседа. Но, говорит, убегала через вашу квартиру. Так. Я тогда ее попросила, дорогая моя Марина. Ну-ка расскажите, пожалуйста. Одну минуточку, истец. Истец, подождите. А вот когда вы пришли, вспомните, пожалуйста, балконная дверь была у вас... Ваша закрыта на балкон изнутри? Нет. Была открыта? Да. А когда вы уходите из квартиры, то балконная дверь закрыта или открыта? Вы закрываете балконную дверь изнутри? Я сейчас вам объясню. Дело в том, что у меня муж-то дома остается. Это я уезжаю на неделю, на полторы. Так. И приезжаю. Он открывает и закрывает. Так, 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 продолжайте. И лично, когда я ухожу, я закрываю. А когда муж дома, он может и открыто оставить. То есть вы хотите сказать, что тогда, когда это произошло, возможно, ваш муж был дома? Наверное, так. А почему вы не спросили у своего мужа, что произошло? Его днем-то не было, а к вечеру, когда задавайте вопросы, он сказал, разбирайтесь сами, я здесь ни в чем не виновата. Понятно. Ясно. Ответчик, вы признаете иск? Нет, Ваша честь. Почему? Я Анастасия Павловна Мясникова. Да. Это моя соседка. Поспокойней. Ни в коем случае. Анастасия Павловна, поспокойней. Вы понимаете, Ваша честь, 18 тысяч за что? За что? Я рабочий человек. Я сутки дежурю. За своего мужа? За кого еще? Сутки дежурю. Двое дома. Я работаю в госпитале. Я этого не делала, а муж мой тем более. Мишка нет. Мишка мой любит выпить. Ну, чтоб он по бабам ходил, гулял. Ответчик, в тот день, когда это произошло? Двор знает что, не двор, а весь подъезд знает что от себя. Итак, скажите, пожалуйста, была сломана перегородка и уничтожены эти продукты? В тот день перегородка была сломана. А шкаф поврежден был? Мое белье валялось и все. Так, понятно. То есть вы подтверждаете, что происшествие такое имело место? Когда я с ночной смены возвращалась, у меня электричка останавливается около госпиталя в 7.40. Полчаса я еду на электричке, а 10 минут я иду до своего дома. Да. Когда я пришла домой, стала открывать ключом дверь. Во сколько это было? Это было 8.20. 8 часов 20 минут? Да, 20 минут 9 утра. Я услышала стук посуды, там все гремело, грохотало, там не померчу. Вы слышали, как падали на балконе у соседей банки? Да, у соседей что-то падало, я услышала за дверью. Но не придало этому значения. У них постоянно там падает и орут, они ругаются. Ничего мы не ругаемся, абсолютно. А я открыла дверь, зашла, разделась, все, душ приняла, поела, ну и пошла на балкон на свое снимать белье. Муж дома был ваш? Да, я пришла, муж спал, выпивший, как это, я его... То есть что, 8 часов 20 минут он уже выпивший? Выпивший дом, ну, ночью он купил, потому что я ночью, понимаете, я ухожу, вот, он вечером выпьет и спит, как убитый спал. И я вышла на балкон, боже мой, мое все белье, чистое, которое я стирала, валяется в грязи на балконе. То есть у вас тоже что-то повреждено было? Да, у меня повреждено, все валялось, все, все мое белье, вот, занавешено было. Ну, такое мое белье... Вы что, военные действия на балконе, что ли, были? Не знаю, какие там действия были, Ваша честь. Я всю эту всю стирку, вот, и легла спать. Может быть, ваш муж там, среди ночи? Только, только, только я заснула, врывается это и орает на меня. Вот ты мне банки побила там на балконе, вот ты мне это... Я говорю, разберись со своим кобелем, со своим разбиратьником. Да кобель-то при чем, когда бардель-то у вас дома? Да он у тебя водит до полподъезда, да весь подъезд видел. Да ты что несешь-то? Так, ответчик, а что видел весь подъезд, объясните? Да весь подъезд видит, как он гуляет с бабами, выходит, их провожает, вот, и... А он, она по месяцам, на даче. Он то, если и провожает, слушай, ты наговариваешь на него? Так, 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 ответчик, конкретно, вот эта женщина, которая приезжала, она подтвердила, она подтвердила, что он может делать. Так, перестаньте разговаривать между собой. Ну, там месяца нет жены, что он может будет делать? А у тебя при тебе он гуляет? Истец! Ну что, обязательно надо вас к порядку призывать? А что она оскорбляет мужа? Не надо оскорблять... У меня есть свидетель. Не надо оскорблять мужа истца. Итак, вы говорите, что у вас есть свидетель? Свидетель-ответчик, опройдите. Да тут можно весь подъезд свидетелей пригласить. Что это? Ага, у меня тоже есть свидетели. Одного свидетеля нам будет достаточно, я думаю. Так, входит женщин, уважающих... Свидетель, представьтесь, пожалуйста. Ну, балконе трахается с твоими бабами. Так, ответчик. Ответчик. Ваша честь, ну почему я должна какие-то 18 тысяч... Вы пригласили свидетеля. Что мне выяснять? Что мне выяснять-то? Вот эта Марина сейчас подойдет и все расскажет. Так, свидетель. Ответчик. Свидетель, представьтесь. Жукова Нина Васильевна, соседка по площадке, вот Василиса и Настя. Что вы видели в тот день? Ну, в тот день я провожала ребенка в школу. Он проспал немножко, и поэтому мы вышли в школу немножко позже, чем обычно. Вот, и когда мы выходили из своей квартиры, вот, из квартиры Василисы выходил ее муж, Игорь, с какой-то девушкой. Ну, девушка такая, ну, такого несерьезного вида, то есть как-то так одета, вульгарно. Но муж, она позвонить зашла. Ну, уже я не знаю, что она там делала. Вот, я ей говорю, вы уже не можете утверждать, что я видела. Так, ну и что дальше было? Ну, я посмотрела еще, подумала, думаю, с чего бы это вдруг с утра, вот, муж Василисы там с девушкой какой-то выходит. Вот, думаю, изменяет. Вы поздоровались? Да, мы поздоровались. Как выглядела девушка, еще раз, опишите, пожалуйста. Ну, она такая молодая, взъерошенная, была немножко в юбке короткой, такая ярко накрашенная, ну, такой нескромный вид. О, класс, вы уже к тебе разворачивались. Понятно. Ты же не можешь, он разрушил. Понятно, свидетель. Истец, вы заявили своего свидетеля тоже, да? А ты идешь к соседке разбираться. Пригласите, пожалуйста, свидетеля истца. Где на балконе, когда у тебя дома веревки, на веревке. Какая вообще сказала, молодая девчонка. Свидетель, представьтесь. А вот девчонка скажет вот ей, что она. Я Приходько Марина Владимировна. Еще раз. Приходько Марина Владимировна. Слушаю вас, Марина Владимировна. Я работаю массажисткой. Периодически Михаил меня приглашал к тебе домой. Михаил это кто? Это муж ответчика. Вот, слышала? Так. Первый раз, когда я пришла, он мне... Нет, ты расскажешь, что твой муж приглашал. А там запись, чтобы ты ее убила. Первый раз, когда я пришла, он меня сразу предупредил о том, что у него жена ревнивая и может там лицо расцарапать и не только. И то есть я должна в 7 утра уже уходить от него. Ну, часто было такое, что мы просыпали, и я через балкон перелазила, ну, через перегородку перелазила к соседу на балкон. Он меня выпускал. А этот раз разграбили меня, да? И сколько раз вы там были? А упасть не боясь? То есть вы подтверждаете, что именно вы в этот день перелезали через загородку этого балкона? Да. И именно по вашей вине произошло это происшествие? Это было не по моей вине. Это было просто... Замолчи! Да ты пристал! Так, приставы, разберитесь, пожалуйста. Я ее терпеть не могу уже! Какие 18 тысяч? Понятно. Итак, ответчик, перестаньте разговаривать. Все, Ваша честь. Свидетель, вспомните, пожалуйста, во сколько вы перелезали через перегородку балкона? Начало 9-го. Я не могу сказать точно, сколько было времени. Просто я помню, он говорит, мы проспали, и мы прям спешили. Понял. Вы перелезли через балкон. Он меня толкал, он меня просто выпихивал через эту перегородку. Через перегородку вы перелезли. Переворачивала. И разрушили вот этот шкаф, там это нанесли ущерб имуществу. Да, и все из-за того, что... Что было дальше? Ниша меня толкал. Во сколько вы вышли из дома? Ну, начало 10-го время было. Что вы делали около часа, и где вы находились? Я была дома... У кого? У Игоря. У какого Игоря? У мужа... Это мой муж. Истца. Вот, и с Игорем она его видела. А при чем здесь Игорь-то? А что? Он спасал ее. То есть вы, свидетель, вы хотите сказать, что вы целый час провели в квартире мужа истца? Да. Потому что... Интересно, что же вы делали там в течение часа? А ее муж мне говорил то, что он меня не выпустит, пока я ему не сделаю массаж. Ну, что ты это врешь. Нет, я не вру. Суд удаляется для принятия решения. Смотрите в следующей программе. Все мое тело покрыто жуткой аллергической реакцией, в результате чего я потеряла работу. Я больше ее, собственно, никаких контактов с ней не имела. Людмила Горохова любила чужого мужа. Однажды после секса с ним у женщины началась страшная аллергия. Прогрессирующая болезнь привела к потере красоты и трудоспособности. Горохова убеждена, что ее отравила ревнивая соперница. Во время корпоративной вечеринки мне была запущена петарда. Притом она была запущена специально в мое мягкое место. Никита Белоголовый получил сильный ожог интимного места. Во время вечеринки его коллега по работе попал ему петардой прямо в ягодицу. Сгоревшие брюки оказались сущим пустяком по сравнению с оскорбленным самолюбием истца. Если что-то не устраивается, иди дома, перебирай свои жировые складки. И не лезть в журналы, и на обложки. Ваша честь, смотрите, пожалуйста. Модель Елена Карлова снялась в рекламе «Крема для тела». Каково же было ее разочарование, когда она увидела свою фотографию в журнале и подпись, которая призывала пользоваться кремом, чтобы не быть такой безобразной, как она. Объявляется решение суда. Истец, я хочу, чтобы вы знали, что гражданский процесс, гражданское законодательство, предусматривает, что именно сторона, которая заявила свои требования, должна доказать те основания, на которые она ссылается в обосновании этих требований. Вы в суде предъявили претензии, заявили иск о возмещении ущерба по отношению к ответчику. Ответчик не совершал виновных действий, ответчик не виновен в причинении вреда вашего имущества. На этом основании в иске, в удовлетворении иска я вам отказываю. Сторонам решения суда понятно? Да, Ваша честь. Суд удаляется. Слушание, дело окончено. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Решение суда. В иске отказать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин